Всем привет, друзья, меня зовут Флоки и добро пожаловать на новый ролик по игрушке Стаймпер против воров. Давно мы уже не играли в эту игру и, в общем-то, я зашел. Здесь у нас конец сезона, я, как вам говорил, я хотел набрать 10 ранг, но, увы, что-то не получилось. Я смог набрать только 15 за этот сезон. Но ничего страшного, сейчас у меня все сбросилось, сейчас все началось с начала и давайте, пожалуй, заберем, соответственно, награду. Так, что у нас тут? Нифига себе, маска диска есть какая-то. Вот, но она стоит 60 золота, черт возьми, это дорого. Так, а что с наградами, я не понял. А, вот в чем прикол. Новый сезон, да-да-да, все такое, но что-то мне как-то вообще награду не дали на самом деле. Это нормально или что? Что-то я не понял. Это не особо классно на самом деле, потому что что-то написало то, что награда есть, а на самом деле ее нет. Так, вот это мы заберем, соответственно. Так, 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 8 тысяч. А, вот вся эта награда. Ммм, да, не густо на самом деле. Наличные только дали и как бы ничего такого особо крутого. Кстати, обновили, теперь ящики не сразу открываются, а нужно именно нажать на кнопочку открыть. Вот это очень, кстати, классно на самом деле. Потому что иногда случайно на ящик нажал, он у тебя открыл... А, стоп, они и так и открываются, лол. Нажимать здесь на обычных ящиках так нельзя, только на том ящике, который у нас через каждые 24 часа открывается. Ладно. Давайте, собственно, немножко ящиков пооткрываем. Конечно, не полная у меня сегодня забитость этими ящиками, но ничего страшного. Хотя бы что-то. Так, теперь у меня есть кейс снайпера. Мне еще до 13 уровня достаточно далеко. И вот я на самом деле думаю, как мне его так по фасту апнуть, чтобы потом Эль Мариачи сразу купить. Все такое. Может быть здесь что-то? Так, здесь за денюжку. Это мы не будем брать. А здесь? Здесь уже не за денюжку, но какие-то моды. Но они нам, наверное, не нужны. Полнейший бред, короче. Что могу сказать? Вот моя новая маска с прошлой части. И на самом деле мы, наверное, отправляемся играть за снайпера. Так, нужно немножко собраться, потому что я хочу реально тащить. Вот мне нужно выбрать какой-нибудь нормальный такой набор за снайпера. Так, нифига себе, почему я это не открыл? Давайте-ка откроем. Лишний опыт мне сейчас как раз-таки очень даже нужен. Так, это все закрыто у меня. Так, вот еще что-то новое. Давайте откроем. Вот еще новое. Тоже откроем. Так, ловушка, ловушка, ловушка. Оставайся. Теперь, теперь, теперь. Поддержка мне нужна, наверное, да, какая-нибудь. Хотя, наверное, нет. Я возьму сейчас еще какие-нибудь патроны. Это какие? Шипастые? Ой, я их улучшить могу. Давайте улучшим. Отлично. Вроде как улучшил. Теперь они у меня на втором уровне. Шипастые патроны, это хорошо. Так, а вот эти вот что за патроны у меня? Я, наверное, поставлю не их, а вот эти. Вот они мне больше как-то нравятся на самом деле. Ну и выносят гораздо больше хп. Так, окей. Что делаем теперь? Заходим за воришку. Тоже у него, может быть, что-нибудь новенькое появилось. У него-то набор у меня вообще идеальный. Я вам уже об этом тысячу раз говорил. То, что он прям самый такой крутой. Так, ну да, здесь ничего нового у меня нет. Ладно, поехали тогда играть за снайпера. Блин, я уже на самом деле не особо привык к этой игрушке. Сейчас нужно будет привыкать. Ну, реально, отвык так нормально. Так что сейчас нужно будет именно собраться. Посмотрим, что будут за противники. Тушка, конечно, не мощная, но для моего ранга, который у меня сейчас, очень даже хорошо. То есть, ну, потащить можно будет очень нормально. Теперь я понял, почему попадались такие достаточно высокие левелы на, ну, таких достаточно слабых уровнях в плане противников. Это все потому, что только начался сезон, там все такое. И вот они скинулись до 22-го ранга, самого начального. Скорее всего, из-за этого. Так, ну что, поехали. Сейчас попробуем сразу четверых мочекануть. Надеюсь, все у меня получится. Текс. Здорово. Ой, как я промазал жестко. Хотел по голове, ничего не получилось. Так, ладно, по одному попали. Так, вот этих вот двух парней тоже. Ого, выстрелил в сумку жестко. О, два раза выстрелил в сумку. Неплохо. Так, здесь промазал. Пацанчик у нас бежит. Черт, я очень жестко мажу сегодня. Не особо приятно. Так, нужно, наверное, использовать все мои вот эти вот умения. Текс. Снова выстрел в сумку. Да это издевательство какое-то. Текс. Перезаряжаемся. Вот это мы сюда заезжаем. Нужно было раньше, на самом деле. Что-то я затупил. Так, у воды у меня там что-то долетело. Какая-то жесткая ерунда. Так, стой, братишка. Далеко собрался, что ли? Ага. И где последний? А последний, черт его знает где. Ага, вот ты у нас, да? Здоровочки. Так, нужно сейчас попасть. Черт, я так жестко промазал. Выстрел в сумку. Да. Занубила, конечно, знатно с последним. Как я промазал этот патрон свой колючущий? Или какой там он? Ну, короче, не важно. Но что-то я промахнулся жестко на самом деле. Ну, надо было просто приблизить, наверное, немножко. Но ничего страшного. Так, кейс делюкс дали. Кстати, теперь можно еще награду увеличивать. Кто не знал, это тоже немаловажно. Так, давайте-ка нажмем продолжить. Сейчас я кое-что здесь исправлю. Так, все. Отлично. Кстати, на самом-то деле у меня не самый-то и низкий ранг. Потому что самый низкий 25-й. А за то, что я был 15-м рангом до этого, мне, получается, накинули немножко в этот сезон. И здесь я уже на 22-м ранге. Ага, я понял, в чем вся фишка. Ладно, потом мы это все сделаем. Теперь у меня до кейса снайпер осталось гораздо меньше. Тут у меня перезарядка идет этого всего. Тогда что я делаю? Я, наверное, возьму что-нибудь другое. В плане поддержки я бы взял, наверное, вот эту ерунду. Потому что меткость знатно увеличивается. Так что давайте поменяем потом. А ловушки, может быть, какие-нибудь. А то я их вообще не юзаю. И мне кажется, что очень зря. А вот эту вот тему вообще, наверное, можно улучшить. Вот что я ловушки так тупо использую? Я не знаю на самом деле. Они очень даже крутые. Еще раз сколько стоит? 50 тысяч? Серьезно? А сколько опыта за это будет мне? Может быть, 50, да? Ну, я апну 12 левел. Но что-то как-то не особо, наверное, классно будет за 50 тысяч. Надо будет что-нибудь, наверное, поменьше лучше апыть. Просто я так буду понемножку-понемножку каждый апыть. И я так гораздо больше опыта получу. 150 опыта я получаю за 10 тысяч. А там за 50 я получаю всего лишь 50. Вот такие вот дела. Так что давайте сейчас я немножко патроны поулучаю. Вот эту вот тему можно будет сегодня на Эль Мариачи, наверное, накопить. Я уже очень долго сижу. Никак купить не могу всю эту тему. Так что давайте вот эту улучшим за 1000. Хотя лучше, наверное, что-нибудь нужно улучшать. Так, ловушки. Так, 4 нет. Вот это вот. Сейчас, короче, я нормально так ловушки поулучшаю. Чтобы все было хорошо. Так, апнули 1 левел. Теперь заморозку-заморозку за 4000. Не вижу смысла. Будем прокачивать тогда поддержку. Так, вот это сюда. Потом вот это сюда. Неплохо. Так, это тоже. За 1000. Все, короче, сейчас будем улучшать. И в итоге все будет хорошо. На изах апнем. Но придется заработать деньжат нормально. Так, вот это вот еще. И теперь к воришке отправляемся. Тоже у него что-нибудь улучшаем. А вот что это будет, я пока что не знаю. Вот мини-я можно, по идее. Плюс эпическая вся эта ерунда. Тоже неплохо. Потом. Поддержка, поддержка, поддержка. Это что у нас? Доставка маскировки. Давайте вот это вот улучшим. Мне кажется, не помешает это умение в копилочку. Потом, потом, потом. Улучшение маскировку не хочу я трогать. Так, заряд энергии. Ну, давайте улучшим. Потом вот эту тему тоже улучшим. И, в общем-то, почти апнул. А, нет, все, апнул. Замечательно. 13-й левел. И открытая винтовка друг рыбака и Эль Мариача. Наконец-таки это произошло. Смотрим ее цену. 150, кажется, тысяч, да? И, короче, сейчас будем пытаться на это все накопить. Классно то, что я вот начал продолжать снова снимать снайпер против воров. И так быстро здесь прокачиваюсь. Да, 150 тысяч стоит. Плюс, если я запущу какую-нибудь распродажу, что я ни разу еще, кстати, не делал. Будет вполне очень даже неплохо. Так, ладно, поехали. Там, пока я все это делал, у меня даже гаджеты мои перезагрузились на самом-то деле. Так. Ну, еще обновки выходили. Тоже это заметно, естественно. Ладно, ждем, короче. Сейчас подождем. И у нас найдутся наши противники. Глянем, что у них по левелу, кстати. Потому что прошлые были изичные из-за ранга. Ну, и эти тоже такие же. Сейчас будем, короче, в каждом раунде убивать по 4 человека, надеюсь. Будет неплохо. А потом уже денюжки фармить будем за воришку. И Эль Мариача уже будет у нас в кармане. Да, на самом деле я неплохо играю на таких маленьких уровнях. Вот, это правда прям, ну, серьезно. Это прям заметно. Можете мои серии прошлые посмотреть, где был достаточно высокий у меня уровень. И там я так нормально нубил. Вот, а тут-то у меня все хорошо. Так, ой-ой-ой, этот опасный поцик какой-то. Блин. Он очень жестко что-то меня наказывает. Так, ты побежишь куда? Куда, куда, куда? А, фиг его знает. Так, нужно немножко отодвинуть. Сейчас поставим прямо перед этой ерундой. Вот таким вот образом. Так, теперь я беру вот этот патрончик. Ага, я снова промазал. Черт возьми. Неприятное зрелище. Так, так, так. Давайте вот эту ерунду активируем. Ну, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Вылазь. Такс. Ага, попали. Черт, промазал. Перезаряд. А как это он прошел? Серьезно? Ловушка из бегун, что ли, у него был? Так. И тебя. Ну, не зацепил. Черт, убил только двоих. Да уж. Только говорил о том, то, что неплохо играю на таких вот низких уровнях. Но что-то как-то не особо, знаете, в этом раунде. Ну, ладно, ничего не поделаешь. Ну, нужно восстанавливать скилл, уж что сказать. 460 наличных. Продолжить. И еще одну каточку сразу. Не особо, конечно, какие-то удачные умения выбрал. Ну, ладно. Так, это мы сюда давайте. Я, короче, люблю чисто ставить, знаете, патроны. Потому что, ну, не знаю, типа ты их используешь. Как-то прям используешь. А ловушки я как-то, не знаю, дебильно все это использую. Плюс, чтобы поставить симулятора, нужно выстрелить. Так что, ну, короче, прикола я особого не вижу. Ну, как, можно и без выстрела, конечно, эту ерунду поставить. Но это заморачиваться там придется. Одну кнопку нажимать, две. А так выстрелил и сразу поставилось. Шестой, шестой, шестой и шестой. Ну, что, ребятки, давайте посмотрим. Смогу ли я шестые левелы наказать сейчас? Конечно, блин, немного стыдно то, что я с такими маленькими уровнями на своем тринадцатом играю. Но, ладно, ничего страшного. Просто уж как бы, ну, ничего не поделаешь с этим. Обновился сезон, все такое. Так, здорово, два выстрела и отличненько. Так, по тебе тоже немножко. Ну, в общем-то, неплохо. Одного уже убили, одного ранили. Ого, шустрый какой-то там чувачок-то. Текс. Ага, убили. Вон еще у нас один. Сейчас я ему подарок отправлю. И что, он заразился? Нифига не заразился. Так, нужно сейчас взрывные патроны. Бэньк. Ууу. Классно, классно потанцевал. Прикольный у него танец. Это, наверное, из-за шлема. Ну, ладно, в этот раз я уже не особо сильно нубил. Может быть, мои противники нубили. Ну, короче, четверых мы забрали очень даже спокойно. Прикольная маска. Вот эта вот акула. Вообще офигенская, кстати. Очень мне нравится. И вот последнего я убивал в голову. Мотоциклетный шлем у него. И, собственно, тоже прикольные такие танцы. Так, кейс снайпера. Что-то у нас там. Еще одного нужно убить воришку. И тогда кейс снайпера будет готов. Так, 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 так. Здесь я тогда сразу экипирую вот эту вот тему. Потом я беру вот эту тему. Текс. Ну, и отправляемся снова в бой. Конечно, вот эти вот замораживающие патроны, это вообще полный бред на самом деле. Там даже ты не успеваешь перезарядиться перед следующим выстрелом. То есть, замораживает буквально на пару секунд. Даже на одну, может быть, на две. То есть, ну, очень быстро все это заканчивается. Еще большинство ребят вообще даже ни в каком клане. Это как-то странно. Ладно, смотрим. Ну, скорее всего, из-за того, что левелы маленькие, типа, все такое. Ну, здорово. Так, вот этого. Два выстрела просто делаем и сразу выносим. Ой, как я жестко промазал. А давайте сразу троих вот так вот. Ой-ой-ой, хорошо. Я же троих ранил. Так, этому сломали ерунду. Хотя он мог там вообще просто сам помереть. Ничего страшного в этом не было. Так, вот этого нужно. Вот этого патрончиком. Патрончиком, блин. Что я сказал? Вот этим патрончиком надо было. Но что-то как-то патрончик этот уже закончился. А как я по нему-то не попал? Прямо по нему же был выстрел. Черт возьми. Мне кажется, вот это вот сейчас меня будет обманывать. А тот пробежит спокойно. Ага, вон он там прячется у нас. Такс. Заморозил и по голове. Отлично. Замороженный у нас умер. Ага, вижу еще одного. Ой, сейчас, наверное, что-то там будет. Ааа, вот как решил схитрить, да? Я понял. Ну, ты сейчас вылезешь. Я такой, бэнк, бэнк по тебе. Ну, надеюсь то, что получ... А, нет, не успел. Хоп. Ах, черт. Почему-то выстрел не прошел. Ну, скорее всего, он уже все там был очень близко. Ладно, ничего страшного. Одного не убил. От этого никому плохо не будет. Парень рад, как бы. Я тоже доволен то, что кейс снайпера накопил. Плюс тысячи наличных. Кстати, тоже за снайпера неплохо подняли. Так, по денюжкам. Ну и, собственно, что? Одна звездочка. Продолжить. И что теперь? Кейс снайпера, поехали. Минимум редких жетонов два. И две вот этих вот... Ну, точнее, два золотых слитка. Вот. Ну, смотрим. Ого, пулемет. Он, наконец-таки, открылся. Серьезно. Давайте-ка быстро глянем, что это такое. Нужно быстро открывать. Так, где он у нас был-то? Я вот даже не помню, за кого он. Наверное, вот здесь вот, да? Да, вот. А превращает винтовку в автомат. Быстро опустошает обойму. Плюс дополнительные патроны. Перезарядка 7 секунд. Заряды 1. Отдача плюс 100. Скорострельность плюс 50. Так. Чего? У вас достаточно наличных, но не хватает жетонов. Эм. Чего? Что за бред, лол? Мне, типа, просто показали то, что мне выпало, либо что? Я, короче, что-то не понял. Ну, ладно. Ничего, походу, не поделаешь. И пулемет этот не затестим. Странно то, что как-то он этот не открывается у меня. Ну, то есть жетон же мне выпал. Даже там появилась кнопочка открыть. А все равно как-то не хватает. Чего за бред? Не пойму я что-то. Возможно, какой-то баг, либо что. Снова 6-й, 4-й, 4-й, 4-й. Это вообще, короче. Изи катка, наверное, будет. Ну, надеюсь, то, что мне 2 выстрела в голову не прилетит с этой винтовки Дардик. И все будет хорошо. Так, ну что, смотрим. Надеюсь, то, что все получится. Так, давай. Быстренько перекатывайся. Сюда тоже. Можно даже будет, наверное, немножко побаловаться с ним. Ого, одного убил. Ну, у того 4-й левел всего лишь. Так, давай. Ага, замечательно. Теперь сюда. Ого, неплохо. Так, давайте немножко его подразним. Так, все, побежали. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Очень быстро, на самом деле. Так, теперь я еще немножко подразню его. Попадет или нет? А, даже не стреляет. Ладно, я полностью жду, пока накопится вся эта ерунда. И потом только начинаю, соответственно, бежать. Так, ну он на меня вообще не смотрит. Да, я так понимаю, ему вообще пофиг. Так, побежал. И теперь быстренько мои колесики. Ну как, это же колесо называется. Ну и все, мы сбежали. Я был последний. Он вообще не по мне, что ли, стрелял? Или того убил? Он после того, как я уже залез в этот танчик, на котором уехал. Не знаю. Так, ну че? Сколько мне за каточки будут примерно денюжек давать? А, не особо-то и много. Ну ладно, сейчас мы перейдем. Следующая награда 4000. И потихоньку-потихоньку, думаю, получится накопить. Но это мое мнение. Надеюсь, то, что реально все так и будет. Так, ну че? Наверное, сейчас снова будут слабые противники. Нужно перепрыгивать быстренько ранги, потому что я уже, ну, на 15 ранг точно сейчас прокачан буду с этой винтовкой Эль Мариачи. Там уже можно будет, ну, реально конкурировать. Ого, гвозди-пистолет у паренька. Донатная, кажется, пушка. Если я не ошибаюсь. Хотя, все может быть, я могу и ошибиться. Я не особо разбираюсь здесь в винтовках. Но знаю то, что друг рыбака и Эль Мариачи на 13 ранге две винтовки, которые 130 и 150. Вот такие вот дела. То есть это я вообще на язык запомнил. Так, немножко мы этот как его подразним, чувачка. И побежали, собственно. Так, о, не попал. Повезло. А хотел, хотел по мне попасть. Хитрюга. Ладно, побежали дальше. Зря он отвлекается, кстати, только на меня. Так, ловушку, да, значит, поставил. А я вот сюда вот перепрыгну. Ты мне, твоя ловушка не страшна особо, бро. Так, бежим дальше сразу. Ну и все, собственно. Зря он только на меня отвлекается. Вот серьезно, зря только на меня. Потому что у него там куча и других ребяток тоже есть. С которыми, ну, тоже нужно, наверное, немножко постреляться. Ну ладно, это на самом деле с одной стороны и хорошо. Пусть он отвлекается на меня, как бы в этом ничего страшного нет. Ой, бро, давай ты должен успеть. Так, все отлично. Один сбежал. Второй тоже сбежал. Ну, для меня это ерунда не страшная ловушка. Потому что она там яд, что ли, активирует. Так, ну и остался один мистер Пакет. Ну, надеюсь, то, что сбежит. Хотя, что это за ловушки-то? Может быть, ты будешь ковыркаться как... 76, серьезно? Ой-ой-ой. Как же он нам запорол катку. Походу, у чувака ковырки не работают, я так понял. Ну, либо он просто пока что не знает, как это все использовать. Ну, проиграли мы из-за него, грубо говоря. Ну, мы не проиграли, конечно же. Но все равно, было бы гораздо лучше, если бы он сбежал. Мне бы звездочек побольше начислили, все такое. Так, ранг повышен. 4 тысячи сюда. Остается еще 10 тысяч. Накопить даже 9500. И у нас, короче, все будет хорошо. Там еще за 20 ранг ту же маску мне дают, которую давали. Прикол, на самом деле. Еще можно, кстати, сделать за рекламу Х2 награду. Тоже неплохо. Вот, если что, потом... Ну, не знаю, может быть, сделаем. Серьезно. Чтобы особо не затягивать ролик, я посмотрю, как бы за две каточки нам там дадут. Деньжат. Будет неплохо. Так. Угу. Ну, пацанчики уже помощнее. Восьмой левел вот появился. Седьмой тоже. Конечно, до моего еще им долго. Но все равно. Ну, ранг будет повыше. Еще раз повторюсь, там уже будут ребята посерьезнее. Там я уже буду, ну, не особо классно играть, как сейчас. Здесь я могу себе спокойно позволить вот так вот потроллить этого снайпера. Он как бы мне какую-нибудь там ерунду кинет, которая что-то как-то не особо на меня хорошо действует. Так, давайте мы еще немножко по... Так. Ой-ой-ой. Я забыл дезактивировать. А что я... О, нифига себе у меня голова большая. Лол. Прикол. Лол. Это вообще жестко. Блин, жалко, нельзя посмотреть. Было бы вообще забавно. Так, ладно. Здесь мы справились. Быстренько сюда перепрыгиваем. Ну, и, соответственно, все, сейчас ковырки до грузовичка. Ну, и, собственно, мы сбежали. Вот такие вот дела. Ну, стреляет он, конечно же, по мне, потому что я самый первый. Мне нравится у паренька маска с противогазом. Очень забавная. И вот у этого... Ну, короче, кто вот остался вдвоем, у тех мне нравятся маски. Очень прикольные. Ну, не знаю, конечно, как вам, но мне кажется, прикольными они. Так, давай, Титапас. Ну, ты что-то зря побежал от одной тачки к другой, когда у тебя так мало ХП. Да ты еще и... Не ХП, точнее, а энергия. Да ты еще и без этого, без соседней тачки ты сразу в грузовик, да еще и сбежал. О-о-о-о. Майгад. Это просто жесть. Так, ты что? Сизл, ты что там сидишь-то? Чувак застрял в бочке, короче, и что-то как-то не хочет особо никуда двигаться. Ну, бывает. Ладно, одного поймали, мы сбежали. Что-то, короче, на этих уровнях очень сложно, наверное, всем четверым сразу сбежать. Всегда какие-то проблемы. То чувак не добежал, то кого-то там убили. Зафейлил жестко. Ну, не особо, короче, приятное зрелище. Ладно, что у нас дальше? 144, точнее, тысячи у меня есть. Сейчас я сыграю одну каточку. Увеличиваю два раза награду за рекламу. И потом мы уже покупаем Эль Мариаччи. И будет вообще жестяк. Напишите, ребят, в комментариях, в следующей части будем, что ли, тестить Эль Мариаччи или чё? Просто мне интересно узнать. Хотите ли вы посмотреть на эту, ну, достаточно прикольную винтовку, которой я так долго шёл? Вот, ну, я лично бы хотел на неё посмотреть, чё там, да как вообще с ней. Десятый уровень, у чувака детская винтовка, забавно. Реально забавно. О, ещё раз тот же чувак вроде бы. Хотя, нет, маска просто одинаковая. У него как-то там с чаем по-английски был ник связан. О, новая карта, Розвилл. Или как она там, Розвиль? Что-то я не успел прочитать, но, лол, новая карта. Офигенчик, ребята. Парк какой-то. Ну, мне нравится на самом деле. Тот чувак с детской винтовкой даже убивает кого-то. Ничего себе. Жёстко-жёстко на самом-то деле. Ладно, давайте немножко его по... Как это называется? Подразним. Забыл чё-то. Так, давай-давай. Ну и ещё немножко, наверное. Так, и чё это? Вот прям так посерединке остановиться. И так, ля-ля-ля-ля-ля. Ой, ой, чё-то я перебарщиваю уже с троллингом. Так, теперь бежим вот сюда. Такс. А куда мне нужно? А, вон же чё-то. Я даже грузовик-то не увидел. Самое главное, чтобы этот, как его, поезд в меня не врезался. Либо что это? Метро, электричка. Чтобы она в меня не врезалась. Какое метро, боже. Да, не метро, электричка. Чтобы эта ерунда в меня не врезалась, короче. Трамвай, вот. Вспомнил, наконец, как это называется. Дебил, блин, сижу. Даже не пойму. Ого, в голову попал. Жёстко. Жёсткий парень. Жёсткий. Чуть меня, кстати, не вынес на самом деле. Ещё бы чуток, и я попал. Так, ещё один сбежал. И давай, диггер. Ой-ой-ой, как он рискует. О, а там на остановочке трамвай тормознул. Забавно, лол. Ладно, сейчас мы увеличиваем награду в два раза. И, собственно, пока будет рекламка, я, пожалуй, видосик остановлю. Итак, ребята, собственно, рекламу я почему-то посмотреть не смог, чтобы увеличить награду в два раза. И мне пришлось сыграть ещё одну каточку. Я, соответственно, сыграл, выиграл и получил свои денюжки. Сто пятьдесят одна тысяча наличных у меня сейчас на балансе. И это, как раз-таки, та сумма, которая позволяет мне купить Эль Мариачи. Ну и, собственно, что, друзья? Смотрим. Так, нет, мне это не нужно. Я уже накопил нужную сумму. А, так, экипировано. И чё, всё, что ли? Типа, я теперь крутой снайпер с Эль Мариачи? Ну, неплохо. Неплохо, на самом деле, у меня даже хватало на эту пушечку. Тут, кстати, размер магазина пять. Воу-воу-воу. Так это же вообще жесть. Я вообще, наверное, с этой пушкой реально всех просто буду уничтожать. Короче, друзья, пишите в комментариях, тестим ли в следующей части мы эту Эль Мариачи, либо же нет. Ну, только вам решать, на самом деле. Я в эту игрушку просто давно не играл. Многие просили. Я решил, типа, ещё раз её записать. Мой клан так же, как бы, есть в этой игре. Вы можете в комментариях писать своей академке. Я, как бы, не против. Я вам об этом уже много раз говорил. А как здесь вообще в клан заходить? Я уже забыл. Ага, вот. Кто-нибудь вообще в эту игрушку играет? Ага, играют некоторые люди. А вот некоторые вообще не играют. Ну, как я вижу, только два человека помимо меня играют здесь. Остальные, ну, вообще не заходят. Жалко, на самом деле, но, походу, игрушка многим надоела. В общем-то, друзья, это была игра снайпера против воров. С вами, как обычно, был Роман Флоки. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно нажимайте на колокольчик. Всем огромное спасибо, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok